Приветствую Вас! Давайте с Вами попробуем разобраться в том, что у Вас происходит. Значит, Вы пишите, что очень сложное взаимоотношение с матерью, устала от этого. Она вмешивала мои отношения с мужем, и теперь я развелась уже прошло 43 года. Ну вот, здесь сразу хочется Вам сказать, почему Вы позволяли своей маме вмешиваться в Вашу семейную жизнь с мужем? Почему Вы позволяли своей маме как-то влиять на нее? Далее Вы пишите, что это Ваша вина, значит, что Вы не родили своему мужу ребенка. Как Вы говорите, значит, второго ребенка мужу Вы не родили, и он из-за этого нашел другую. Ну, во-первых, во-первых, почему Ваша мама определяет, кто, значит, рожать Вам ребенка или нет? Второго-второго. Значит, это, пожалуй, нужно с этого, почему Ваша мама определяет подобные вещи. Дальше, что это за отношения таких с мужчиной, когда он уходит от Вас только потому, что Вы не рождаете ему ребенка. Второго-второго ребенка. То есть, здесь вот было бы здорово, если бы Вы немножечко уточнили, а первый ребенок, он у Вас от кого? От этого мужчины или первый ребенок у Вас от другого брака, от предыдущего брака? То есть, эти моменты, они не очень ясны, почему Вы изначально позволяли, да и судя по всему, позволяете своей маме вмешиваться в Ваши личные отношения, в Вашу личную жизнь. И второе, собственно, как Вы выстраиваете взаимоотношения с мужчинами, на каких вообще основах, потому что, то есть, Вы пишете как-то, ну, немного странно. Вот. Дальше, значит, сейчас Ваша мама винит Вас во всем, называет непутевый, непонастоятельный ребенком с 38 лет. Ну, Вы знаете, вот Вы сказали, что она живет счастливо, значит, с Вашим отцом, со своим мужем, то есть, какой-то вот такой, значит, личной заинтересованности в том, чтобы Вы были обязательно с мужчиной. У нее, по идее, нет, значит, перенос здесь тоже нельзя наблюдать. А если это не перенос, то тогда, я думаю, что Ваша мама, она преследует вот свои взгляды, и преследует какие-то, какие-то вот свои, значит, цели в том, чтобы Вы действовали так, как хочет она. И совсем непонятно, почему Вы преследуете, и почему Вы преследуете какие-то цели. То есть, почему Вы прислушиваетесь к своей маме, почему Вы это делаете. Это, на мой взгляд, вообще не ясно. Вот. Значит, какая основная здесь, на мой взгляд, проблема? Ну, основная проблема в том, что Вы очень сильно зависите от своей мамы. Очень сильно Вы зависите от, ну, от нее, очень сильно Вы прислушиваетесь к ней, и прямо, вот прям очень сильно Вы прислушиваетесь к своей маме, прямо вот такое впечатление, что ее мнение, прям, для Вас очень-очень важно. И мне бы хотелось, чтобы Вы как-то вот, ну, подумали о том, а почему так, вообще-то, собственно говоря, происходит. Почему Вы прислушиваетесь именно к своей маме в том, что, в общем-то, касается только Вас. И зачем ей, я имею ввиду, ну, я имею ввиду, Вашей маме, да, зачем ей действовать так? Вот для чего она так себя ведет? Вы постарались, вот, подумать, постарались ли, постарались ли Вы как-то для себя этот момент определить или нет? И Вам нужно разобраться, чего хочет Ваша мама, и почему она этого хочет, и чего хотите Вы, и, соответственно, как Вам этого добиться. И необходимо Вам для самой себя один раз, наверное, решить такую вещь, что Ваша мама никогда не будет довольна тем, значит, что Вы делаете. И, ну, понимаете, Вы только лишь вредите себе тем, значит, что пытаетесь как-то ей угодить, пытаетесь сделать что-то для нее. Вот это вот, на самом деле, Ваша основная ошибка, на мой взгляд. И, значит, Вам нужно работать над своей уверенностью в себе, потому что, ну, очевидно, это Ваша самая большая проблема. На сегодняшний день Вы очень не уверены, Вас легко задеть, по крайней мере, Вашей маме очень, очень легко, легко Вас задеть. А, соответственно, если Вашей маме легко Вас задеть, то, соответственно, легко задеть и кому-либо еще. Вот. На данный момент Вы полностью зависите от мнения своего мамы, от мнения своей мамы и почему-то позволяете ей на себя давить. А какое у нее есть, по-вашему, на это право, почему она так на себя может вести, мне не очень понятно. Вот. Значит, Вы говорите, что я просто хочу жить самостоятельно, но ничего не получается. Спасибо за ответ. Ну, а почему не получается ничего? Вы говорите, что было бы проще, если бы был мужчина у Вас, еще, ну, еще мужчина был бы. Ладно, но знаете как? Отношения-то Вы уже испортили. И если Вы будете выстраивать отношения еще, то Вы, как это не печально, испортите и их. Понимаете? Поэтому, поэтому мне кажется, что, в первую очередь, нужно быть самостоятельным, выявлять причины, по которым Вы впали в такую зависимость от своей мамы. И далее, я думаю, что Вам необходимо понять такую очень, на самом-то деле, простую вещь, что у Вашей мамы, у нее есть свои интересы, у нее есть свои цели, которые она преследует. И ее цели, вообще-то говоря, мало, ну, мало сходны с Вашими. И вот совершенно непонятно, почему Вы так зависли от своей мамы. А если она Вас так воспитывала, если она Вас так вот, ну, привила Вам эту вот черту прислушиваться к себе, то сделала она это, опять же, не важно, не важно, почему она это сделала, но важно, что реально она так поступила, и теперь, теперь Вы, по сути, полностью зависли от нее. Понимаете? Вот. И в этой ситуации Вам нужно установить личностные границы от своей мамы, чтобы она не влияла на Вашу жизнь. А личностные границы, это начать делать самостоятельный выбор, и, как бы, не прислушиваться никому, кроме себя, только о том, что касается личной жизни. И я бы, на самом деле, разобрал бы причины, по которым Вы вот так вот поступаете. Либо это неверно себе, и тогда нужно с ней работать. Либо это страхи, и тогда нужно тоже с ней работать. Либо это какие-то цели, Ваши цели, и тогда их нужно правильно достигать. Либо это комплексы, и тогда, опять же, нужно работать с комплексом. Понимаете? То есть, много причин может быть, по которым Вы настолько сильно зависите от своей мамы. Вы пишите, что у Вас очень сложные с ней взаимоотношения, и они будут такими сложными до тех пор, пока Вы, ну, не измените свое отношение к ней и к себе в этом контексте. То есть, Ваша мама, может быть, вполне так верит в то, что помогает Вам. Ваша мама, она вполне верит в то, что, может быть, таким образом она заботит о Вас, и так далее. Ваша мама, может быть, вполне, вполне может быть, уверена, что, как бы, ну, борется за Ваше счастье. Но проблема в том, что, в любом случае, не она должна это делать, а Вы. Не Ваша мама, а Вам, ну, за своей счастье бороться Вам. Именно Вам. И только Вам. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому, эм, говоря вот как раз о том, что Вы устали, я рекомендую Вам, ну, пожалуй, только лично выявлять причины, по которым Вы так сильно зависите от своей мамы. И уже с причинами работать. Обычно это детско-родительский сценарий. Обычно. То есть, вот, мама, она, там, несчастлива, например. Сама несчастлива в личной жизни. И, соответственно, своего ребенка также на это обрекает. Ну, у Вас, я предполагаю, ситуация много иная. У Вас ситуация иная. Ваша мама Вас подавляла. Ваша мама, скорее всего, такой, несколько авторитарный человек, авторитарная личность. И, эм, из-за этого, из-за того, что она такая вот авторитарная, она привыкла всегда вас встречать. Вы, соответственно, привыкли быть под ее наблюдением, под ее управлением. Мама, я имею ввиду. И самостоятельно, самостоятельно на свою жизнь ответственность нести. Просто-напросто не привык. Вот. И Вам об этом нужно учиться. То есть, просто учиться. Нормально воспринимать, например, недовольство Вашей мамы. Сквозь пальцы смотреть на то, как она оценивает то, что Вы сейчас делаете. Понимать, что очень может быть, человек не особенно смотрит за Вас все. Вот. Понимать, что Вашей мамы, опять же, не осознанно делая это, достигает какие-то свои цели. Эм, реализуя какие-то свои влечения. Понимаете? Эм, значит, обиды, которые у Вас есть. Вот Вы говорите, что меня очень обидело обидание, что она там оскорбляет меня и так далее. Вот. Эм, соответственно, человек, который оскорбляет вообще любого, не обязательно даже, чтобы это было, ну, чтобы это был родной человек. Эм, человек, который оскорбляет. Эм, он в любом случае не счастлив. Это немножечко подвергает сомнению то, что Вы пишете, что Ваша мама 40 лет счастлива с папой. То есть, я верю в то, что Вы считаете, что они счастливы, я в это верю. Вот. Но я так же и понимаю, что человек счастлив, он никогда не будет пытаться оскорбить другого. Как бы там что ни было, он не будет пытаться этого делать. И если Ваша мама Вас оскорбляет, обижает, значит, у нее есть определенные мотивы для этого. Пусть эти мотивы, Вы их пока не, может быть, ну, не понимаете хорошо. А то тоже Вы их надо забрать. А далее, Вас обижают. И, знаете, вот правда в том, что обидно, это, по сути, это дело, понимание того, что, а вдруг, а вдруг может быть, она права, мама, я имею в виду. И, чтобы не было так, опять, нужно понять, что именно Вас обижало, почему Вас это обижают, и сделать так, чтобы это не обижало. То есть, иными словами, работать над собой и над тем, что Вас задевает. Как будто задевают только то, в чем Вы не уверены именно в себе сам. Вот. Ну, и обязательно проработка бескородительских отношений. Это обязательно, потому что все это началось давно, и Вы с этим жили, и жили Вы с этим 38 лет. И это довольно большой срок. Понимаете, вот так сразу Вы по-другому не заживете. Это нужно понимать, поэтому Вам рекомендуется терапия, Вам рекомендуется консультация с психологом, и неоднократные консультации. Потому что, еще раз повторю, вот у Вас 38 лет, Вы уже замеровавшаяся личность, и несколько длительный будет процесс смены Ваших ценностей. Но это, возможно, было бы главное желание от Вашей страны, Вашей страны. Вот. Значит, что еще хотел сказать. А, вот Вы пишите еще, что ни один мужчина, которого Вы ознакомили с Вашей мамой, маме не понравился. Ну, здесь, знаете, тоже такой очень интересный, на мой взгляд, момент. Собственно, а почему маме вообще обязательно должен нравиться мужчина, с которым Вы встречаетесь? Вот, вот, наверное, вопрос, который Вам, ну, любой эксперт на нашем ресурсе, наверное, Вам задаст этот вопрос. Вот, вот, почему, почему, почему должен Вашей маме нравиться тот, с кем Вы встречаетесь? Чем это вот продиктовано Вам вообще? Чем Вы сами для себя это вот объясняет подобное поведение? Ну, Ваша мама, понятно, понятно, у нее есть там, допустим, у нее есть свои потребности, свои там, мотивы, свои желания. Хорошо. Но Вы-то, Вы сами, как, вот, вот, для себя это объясняете? Отдаете ли Вы себе отсчет в том, что пока ситуация будет таковой, Вы не можете рассчитывать, по сути дела, на нормальные здоровые отношения, потому что всегда, всегда у Вас, всегда у Вас будет, как бы, в Ваших отношениях всегда будет несколько человек. То есть, это будет мужчина, это будет Ваша мама, и это будете Вы. И в этой ситуации, на самом деле, ну, есть вопрос в том, хотите ли Вы этого? Мне кажется, что нет, конечно, не хотите, но вопрос, на самом деле, в другом. А что Вы готовы сделать для того, чтобы это изменить, понимаете? Потому что, если Ваш вопрос, это не просто, вот, правдное любопытство, а если Ваш вопрос, это, действительно, крик о помощи, то мы Вам помочь, то, конечно, можем. Но и Вы постарайтесь, пожалуйста, понять, что помощь займёт какое-то время, довольно, может быть, продолжительное время, да, и, собственно, чтобы, ну, Вам было понятно, как и... По каким, по каким принципам, значит, проходит подобная работа. Вот. Собственно, думаю, на этом, на этом, в принципе, можно закончить. Я думаю, Вам так всё объяснил. Вроде бы, надеюсь, что Вы услышали меня, надеюсь, что Вы как-то вот поняли меня, надеюсь, что сделаете вывод. И надеюсь, что будете теперь действовать в том направлении, чтобы выбирать эксперта на нашем ресурсе и, собственно, выбрав уже эксперта, работать именно с ним, потому что, ну, других вариантов у Вас, на самом деле, попросту нет. Вот. И если Вы хотите реально получить результат, то для этого нужно всё-таки работать. Вот. Я же, с твоей стороны, готов Вам помочь, если будет желание такое вот со мной именно поработать. Но я думаю, что не только я, но и, в принципе, все эксперты нашего ресурса будут готовы Вам помочь. Вот. Главное, только чтобы Вы, ещё раз повторю, сами этого хотели. Если Вы действительно устали, вот, то помочь Вам можно. Главное, чтобы Вы хотели, сами хотели себе помочь. На этом всё. Если у Вас остались вопросы, то пишите в личку, я Вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, что сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи! $45.